Это программа «Мой район». Были некоторые манипуляции с моим организмом, в том числе с позвоночником. Но пробовали одно, другое не очень помогало. Делал уже лет 40 одно и то же. Некоторые упражнения, которые укрепляют позвоночный столб. У меня получилось, что у меня всё это протрузии, протрузии, протёртые, стёртые. И помогает то, что вопрос здоровья – это вопрос воли. Особенно с позвоночником. Грустно это слышно. То есть нет такого, к сожалению, что вот тебе что-то сделал, и ты побежал. Нет, придётся период восстановления, реабилитации. И постоянно над собой нужно работать. Я это всё время делаю. Поэтому иногда я могу психануть на сцене и тоже какой-нибудь акробатический вставить элемент. Который все ждут, между прочим. Да, ждут. И уже прямо, я говорю, ребята, у меня был концерт не так давно. И я думаю, не, не буду прыгать. Потому что, ну, всё-таки уже с 72 года народ странно смотрит на человека, который там вот это делает в 72 года. Народ с восторгом смотрит, с завистью. И я в песне «Эскадрон», в песне «Эскадрон» в этом месте сделал так, что на экране там все мои прыжки там с разных лет собранные не смотрят. Когда же, когда? Да. Ну, хорошо, когда есть профессиональные люди, которые знают, объяснят тебе, как там всё двигается. Значит, у Дмитрия Зукаева такой есть на столе макет позвоночника. И он так любит это рассказывать с таким воодушевлением. Знаешь, смотри, вот у тебя так. Потом это сюда, вот здесь нерв проходит. И что? А теперь нужно работать над собой. Всё верно. И всё равно возвращается к этому. Поэтому у меня такая фишка, я отжимаюсь столько раз, сколько мне лет. Однако. За один подход. И это называется крючок. Вот ты ставишь себе какой-то крючок, который ты должен понимать, что если ты каждый день не будешь отжиматься, что на следующий год прибавить всего лишь один раз нужно. Но чтобы его прибавить, ты должен делать каждый день. Каждый день, да. Но это нужно делать обязательно под наблюдением врача, ну, с консультацией. Потому что если ты начнёшь делать столько, сколько тебе лет, а до этого ничего не делал, ты... Уроки школы выживания Олега Газманова. Олега Газманова могут привести к плачевным последствиям. Не, на самом деле, действительно, да, действительно очень важный момент. Безусловно, я представитель хирургической службы, да, многие вопросы можно разрешить именно реабилитационным путём. Да, Олег Михайлович очень метко это подметил, что в данном случае мы не шли по пути хирургии, да. Вопрос шёл о реабилитации. И, безусловно, важно уже как и для хирургии, так и для реабилитации именно состояние, в котором находится пациент изначально, да. Если он находится в хорошей форме, без лишних центров тяжести, так сказать, да, и с хорошим тонусом мышц, тут вопрос идёт быстрее. И с точки зрения реабилитации, и с точки зрения хирургического лечения, безусловно. И также Олег Михайлович очень верно подметил, что хирургия, это уже так бывает, что когда ситуация дошла уже к этой стадии, да, крайний момент. Не то, что крайний, да, но вот уже человек не может не разогнуться, никаких движений уже сделать. Операция выполнена, но дальнейший период во многом зависит от пациента, да, если человек не будет уделять этому должного внимания, то никакая операция его не спасёт уже. Поэтому, безусловно, это очень важно. Ксения, вы вот этим букетом как-то заинтриговали, думаю, и меня, и зрителей. Расскажите, значит, с чего всё началось, и как всё закончилось, я догадываюсь, но хотелось бы сперва услышать начало вашей истории. Ну, я всю жизнь в спорте, и с 9 лет у меня уже появились боли в спине. И в 12-м году у меня случилось прям сильное обострение, то есть, я так понимаю, как раз в этот период у меня вылезла, скажем так, грыжа. Вот, и я обратилась как раз в 67-ю больницу по рекомендации. Ксения, я хочу спросить, а почему именно в 67-ю? Ну, на самом деле, я не знала, куда идти, я понимала, что мне нужно обратиться в больницу, вот, но у меня одногруппник в институте как раз прооперировался у Дзукаева в 67-й, и он мне тогда прям так расписал, говорит, там операционные, такие все навороченные. Он говорит, я как туда пришел, я вообще перестал волноваться. Я послушала, такая думала, да, надо туда идти. Ну, и все, он мне дал телефон Дмитрия Николаевича, я созвонилась, он меня пригласил на консультацию. Ситуация была у меня такая достаточно интересная. Мне нужно было и прооперироваться, и при этом в идеальный попасть на чемпионат мира, который должен был состояться через полтора месяца после... Да, ладно. Да, после моего обращения. Пообщавшись с Дмитрием Николаевичем, он говорит, так, вот у нас есть цель, мы должны это сделать. Я говорю, это вообще возможно? Он говорит, возможно. Ну, и все, мы решили, да, решили прооперироваться, вот, в итоге меня, да, активно восстанавливали все, и, получается, через три недели после операции я уже пришла на тренировку. То есть это при том, что как бы заново учились ходить, заново учились двигаться. Заново учились ходить, это почему? Это настолько серьезная операция? Ну, это вообще на позвоночник, это очень сложно. Вкратце, да, у позвоночника две основные функции. Это функция опоры, на нем все держится и крепится, в том числе и за счет межпозвонковых дисков. Вторая функция позвоночника – это защитная. Внутри находится канал, в котором проходит наш центральный кабель, который обеспечивает работу наших конечностей, внутренних органов и так далее. И при грыжах межпозвонковых дисков непосредственно эта хрящевая масса, она устремляется внутрь позвоночного канала, вызывает сдавление нервной ткани. Если мы говорим о пояснице, то это чаще всего болевой синдром в спине, боль в ноге. Если мы говорим о шее, то это боль в руке и неприятное осложнение, когда у человека возникает неврологический дефицит, да, то есть трудности работы конечностей. Это достаточно серьезная ситуация. И, безусловно, своевременная диагностика, правильно выполненная операция позволяет пациентам в максимально короткие сроки возвращаться к активной деятельности. Тут как раз Ксения затронула вопрос, что одногруппник, операционный, технологичный и так далее. Но давайте не забывать, что это было 11 лет назад. Это был 2013 год. На тот момент это были одни из наиболее технологичных операционных. Их было две. Сейчас в центре, это уже спинальный центр, тогда это было отделение нейрохирургии, сейчас это уже спинальный центр, городской московский спинальный центр под руководством Зукова Дмитрия Николаевича, где функционируют 4 уникальных операционных, в которых сконцентрировано все самое топовое оборудование, которое существует в мире и которое действительно имеет доказанную эффективность и работоспособность. То, что не работает, мы не используем, потому что это не нужно. И эти 4 уникальные операционные позволяют осуществлять так называемый пациентно-ориентированный подход. То есть в каждом конкретном случае определяется тип операции, те технологии, которые будут при этом использованы. То есть мы не исходим из того, что у нас есть или чего нет, а исходим из того, что у нас все есть. И каждому конкретному пациенту подбирается та или иная технология. Это один из залогов успешного лечения, который позволяет пациенту вернуться к активной полноценной жизни. И понятно, что это заслуга целой команды людей, понятно, что это департамент здравоохранения, правительство Москвы. И благодаря этому этот центр функционирует. А также немаловажна методика хирургического лечения. И за эти 11 лет тоже прошел достаточно серьезный рывок в развитии. И во многом, если не во всем, благодаря Дмитрию Николаевичу. В частности, буквально недавно был получен патент на методику стабилизации позвоночника, которая позволяет в ранние сроки профессиональным спортсменам возвращаться в спорт высших достижений. Для спортсменов этот период с операции до момента его выхода на поле, маты, паркет, он очень принципиально и важен. Потому что большая задержка, большая конкуренция, и человек теряет свою позицию, контракт и не может быть конкурентоспособным. Поэтому быстрое возвращение, благодаря правильно выполненной операции, подобранной технологией и технологиям для этого, позволяет этого достигать. Вот вы рассказывали сейчас, я так понимаю, про вот эту технологию фасттрек. Фасттрек, да, быстрый путь, быстрое восстановление. Да, но если мы посмотрим любые международные публикации, статьи о хирургии позвоночника у спортсменов элитного уровня, то мы увидим, что реабилитационные сроки, они очень большие, они варьируют от полугода до года. То есть пациент только начинает приступать к чему-то. В нашем случае данная технология позволяет уже через три недели человеку полноценно тренироваться. Да, и в зависимости от вида спорта, опять-таки, в реабилитационных программах мы учитываем специфику спортсменов, да, потому что это футболист, это одна специфика упражнений, там, хоккеист другая, баскетболист третья, да, у них немножко разные нагрузки на позвоночник. Артист четвертый. Артист, это просто уникальная история, потому что артист объединяет все виды спорта. Особенно, если это Олег Михайлович, да. Вот, и, опять-таки говоря, Дмитрий Николаевич, он создал команду врачей, и понятно, что мы участвуем в турнирах, мы играем, но так или иначе у нас достаточно часто оперируются профессиональные футболисты, в том числе. А, играете в футбол, да? И, да, у Дмитрия Николаевича есть такая программа, что первые игры профессиональные футболисты после операции уже играют с нами, там, через три недели и так далее. То есть под нашим контролем они по полной выкладываются, и они спокойны, потому что они делают все, что они хотят делать на поле, и мы спокойны, мы видим, как это они делают, как это делать, правильно ли что-то мы корректируем, и это очень, на самом деле, здорово. И, конечно, подобный турнир Дмитрий Николаевич организовывал по баскетболу, где команда сборных врачей Москвы играла против профессиональных баскетболистов, которые перенесли хирургическое вмешательство на позвоночники. Это тоже очень такое удивительное мероприятие, беспрецедентное, где мы могли видеть... Очень здорово. Наглядно. Да, да, понимаете, в чем дело? Безусловно, да, Олег Михайлович правильно говорит, что мы можем долго сейчас показывать графики, статистические цифры, сравнивать с показателями Европы. Но здесь ты можешь сам видеть, как через месяц-два-три люди играют по полной, ни в чем себя не отказывая, не боясь травм, да, то есть мы не видим ни по кому из них, что кто-то из них страдает, да, то есть это самая яркая иллюстрация. Поэтому так. Вот эти ролики, они, на самом деле, мне кажется, могут демотивировать какого-то простого, условно говоря, смертного, ну, типа, как я. Когда вы подумаете, 67-я, это только для звезд, для звезд Форта, для звезд Форта. Минуточку, здесь я вас поправлю, извините, конечно. Конечно, это городская клиническая больница в рамках Департамента здравоохранения Москвы, да, то есть мы не являемся федеральным центром, да, и наши пациенты – это жители нашего города. И благодаря, там, правительству Москвы, Департаменту здравоохранения получить самое технологичное лечение, используем современных имплантов в условиях нашей клиники. Наверное, тоже важно это обозначить, что мы действительно работаем со всем средством, извините, населения, если можно такую формулировку использовать, да, то есть это люди, которые и профессиональные, элитные спортсмены, и обычные люди, которые, как мы с вами, ведем обычный образ жизни. Олег, не доводилось участвовать в такого рода турнирах в больнице? Ты знаешь, дело в том, что вот такого рода турнир практически я придумал еще в 95-м или 97-м году, представляешь? Это когда Лео Бакери со мной познакомился и сказал, что мы делаем уникальные операции детям на сердце, да, спасаем детей. Но он про нас мало знает как-то, вот, может, придумаешь что-нибудь такое, чтобы можно было как-то это сделать? Я у него спрашиваю, говорю, а вы делали операции вот детям, вот, когда вы делали, дети взрослые уже, ну, как бы, повзрослевшие, есть, ну, да, 16-18 лет. Я придумал такую историю, значит, что команда, где играли звезды футбола, известные артисты были, да, и администрация городов, которые нас принимала, дети, играли в футбол против там местной команды какой-то. И после этого был концерт артистов, которые участвовали в этом. Мы, и вот все деньги, которые мы собирали, шли прямо в центр вот этот, и на них делали операции, и там больше 700 человек, 700 операций сделали. В общем, такая была история, знаешь. Антон Владимирович, что посоветовать москвичам, чтобы они не попали в 67-ю? Не, безусловно... Ходить на мои концерты и смотреть, конечно. Это само процент мотивироваться, в том числе Олега Михайловича. В общем, на самом деле, безусловно, мы должны следить за собой, не набирать лишний вес, опять-таки, с учетом образа жизни, адаптировать там свое рабочее место, там, периодизации, пересаживания, сидения, там, не знаю, чем бы ни занимались, не изображать себе подъемный кран и адекватное укрепление мышц спины. Касаемо упражнений, я бы этим занимался под контролем профессионала. Ну, хотя бы неделю-две позаниматься, запомнить, что ты делаешь, а дальше уже делать это самостоятельно. Потому что ни боксом, ни каратэ нельзя научиться по справочнику. Для этого нужен человек, который это прошел, умеет и знает, да, то есть это обязательно должно быть под контролем профессионального. И важно, при появлении каких-то симптомов не бояться, да, потому что на протяжении длительного времени культивировалось в головах людей, что грыжа межпозвонкового диска, все это приговор, жди, пока тебя парализуют, потом иди к врачу. Сейчас несколько другие технологии. Если у тебя есть проблема, лучше выявить ее на ранних этапах и сделать все правильно. Еще раз, те технологии, которые были, допустим, 60 лет назад и то, что есть сейчас, это хирургия, улучшение качества жизни. Ну что ж, Ксения, Антон, Олег, огромное спасибо вам за разговор. Не болеть никому. И вам тоже, в первую очередь. Никаких больниц. Вам, конечно, успехов, пукетов и признаний. А мы после рекламы продолжим разговор о 67-й московской больнице. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова